Видео игры, бич нашего времени. Попытка оказаться в другой реальности, в ином измерении, стране или даже мире, уже давно перестала быть детской забавой. Все чаще джойстиками выражаются взрослые люди. Знакомство Олеси Загриддиновой с кибер-реальностью случилось в школьные годы. Тогда, в нулевых, индустрия только развивалась. Такие возможности, как сегодня, и представить себе было сложно. Потому сейчас девушка наверстывает упущенное. Геймер, он может себя почувствовать не только игроком, то, что он играет, он может почувствовать себя непосредственно участником тех событий, которые происходят непосредственно в игре. То есть он может быть пиратом, он может, я не знаю, быть каким-нибудь киллером во времена Древнего Египта. Если человек, например, увлекается там, ну не увлекается, просто интересуется темой охоты, рыбалки и так далее, он может, например, приобрести симулятор дикой охоты и рыбалки. И поохотится, соответственно, порыбачить в местах, до которых он, ну, не физически, не материально добраться не может. То есть в этом плане видеоигры сделали огромный рывок. Если 10 лет назад скоротать время помогали игрушки по типу карточной косынки и воздушных шариков, сегодня игрокам предлагают полное погружение в другую реальность. И хотя игры предыдущего поколения также доступны в сети, психологи говорят, их выбирают инфантильные личности, которые не чувствуют интерес к своей деятельности и те, кто не может найти себе применение. Что касается видеоигр нового поколения, не все так однозначно. С одной стороны, эксперты относят их к зависимостям и считают, что они стоят в одном ряду с другими вредными привычками. Но с другой, если такое увлечение не мешает реальной жизни, ничего страшного в нем нет. Это лишь эмоциональная разгрузка. В психологии нет хорошего и плохого. И вообще от этого оценочного суждения вообще нет в психологии. Если только, я принимаю ситуацию, например, человек курит или пьет. А если у него такая ситуация, что он не может ни пить и ни курить, ну пусть уже пока курит. То есть у него может быть такой стресс внутри, что он должен как-то это отреагировать. Конечно, если он отреагирует в свой стресс, в свою какую-то недовольтворенность, пусть он играет. Но это опять, это не фокус своей жизни. Крупные компании и вовсе взяли видеоигры на вооружение, чтобы продвигать свои товары и услуги. К примеру, Центробанк выпустил видеоигру для детей, которая должна помочь в усвоении АЗО в финансовой грамотности. Федеральное правительство рассматривает возможность обязать разработчиков иностранных игр платить налог, а вырученные деньги направлять на поддержку патриотических. Но пока инициатива не нашла поддержки. Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке Организации экономического сотрудничества и развития по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний. Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений. Геймеры же на данном этапе предпочитают видеоигры иностранного производства, что неудивительно, ведь заморские разработчики куда опытнее в создании виртуальной реальности. Первые видеоигры были созданы в Америке. Рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на 1% по отношению к 2020 году – до 165,5 миллиардов рублей.